Друзья мои, накануне 1 мая праздника труда сразу несколько тысяч белорусских работодателей готовы рассказать о вакансиях и рабочих местах по всей стране. Как будет проходить акция и где можно устроиться на работу, расскажет наш гость Галина Кулаковская, начальник отдела управления политики и занятости Министерства труда и социальной защиты. Доброе утро, Галина. Доброе утро, рада вас очень видеть. Вот расскажите, вот в этом году будет достаточно масштабная ярмарка, 128 городов и небольших городов. Куда лучше прийти все-таки на ярмарку, либо прийти в отдел занятости и вас там распределят, либо ярмарка это просто вот такое показательное мероприятие, которое расскажет, да, вот так можно. Ну скажу, что ярмарка вакансии вообще это традиционный способ работы в службе занятости, но вот в таком масштабном формате мы организуем это мероприятие впервые. То есть, как вы сказали, да, по всей стране одновременно в одно время с 10 до 13 соберется более 2000 нанимателей, которые приставят более 2000, 20 тысяч вакансий в различных сферах. А почему лучше прийти все-таки на ярмарку? Ну, лучше прийти на ярмарку, не то чтобы лучше прийти на ярмарку, но это достаточно удобно и эффективно, когда один соискатель может сразу познакомиться с несколькими нанимателями, узнать различные информации о представленных вакансиях, о работе этой организации, заполнить, пройти предварительное собеседование, заполнить анкеты. Задать интересующие вопросы. Задать интересующие вопросы, да. А с другой стороны, для нанимателей это тоже удобный способ сразу узнать нескольких претендентов и, может быть, подготовить для себя, сделать какой-то выбор. Галина, какова эффективность вот таких вот ярмарок вакансий и каков процент людей, которые на них пришли, что они трудоустраиваются на работу? Ну, вы знаете, это достаточно такое хорошее, удобное мероприятие для всех, для соискателей, для нанимателей и для службы занятости и в целом для рынка труда. Мы проводим такие мероприятия и тематические, то есть по различным категориям населения, например, для инвалидов, для молодежи и в различных сферах, например, в строительстве, в транспорте, в торговле. Вот. Или вот такие вот крупные смешанные, скажем так, мероприятия. Ну, и, конечно, от этого зависит и процент тех людей, которые по итогу находят работу. Ну, в среднем где-то можно сказать, что каждый третий, наверное, для себя делает какой-то выбор. А можно ли, например, прийти и сразу устроиться на работу? Или все равно вначале нужно пройти какое-то собеседование, пообщаться, узнать и потом уже? Нет, все равно, конечно, нужно сначала пройти собеседование, определиться и для себя, и наниматель для себя должен определиться. Какие-то предварительные договоренности, конечно, всегда достигаются на таких мероприятиях. А вот как узнать, будет ли в твоем городе ярмарка вакансий? Это очень легко и просто. Самый элементарный способ – зайти на портал государственной службы занятости. И там в вкладке «Новости» каждый в своем регионе может узнать место проведения, адрес, время, телефон для уточнения каких-то моментов. То есть, либо на региональных сайтах местных органов власти. А скажите, ждут ли на ярмарке людей, которые уже трудоустроены, уже успешно работают, но просто им, например, захочется прийти и проконсультироваться по каким-то трудовым вопросам? Может быть, какая-то юридическая консультация, в конце концов? Такое будет? Конечно. То есть, это такое мероприятие, когда можно получить консультацию не только о нанимателе, но вообще о тех услугах, которые оказывает служба занятости. А на такое мероприятие, вот как такая масштабная ярмарка вакансий, мы пригласили еще представителей профсоюзов. То есть, здесь можно будет узнать какую-то информацию по трудовому законодательству. И, кроме того, мы еще пригласили представителей налоговых органов. Эти специалисты смогут проконсультировать всех желающих, кто, допустим, желает открыть собственное дело. Галина, ну и последний вопрос. Вот узнал я о том, что в нашем городе проходит ярмарка вакансий. Хочу туда прийти. Нужно ли как-то предварительно регистрироваться, записываться? Или можно без записи прийти и общаться со всеми? Это абсолютно свободное мероприятие, со свободным доступом, с бесплатными услугами, как для соискателей, как для нанимателей, для всех. Приходите с 10 до 13, 25 апреля этого года. Спасибо большое. Отлично. А проходит ли в городе, вы узнаете сами, посмотрите в интернете всю информацию. Ну и желаем вам успехов, чтобы вы нашли именно то дело своей жизни, от которого вы будете получать истинное удовольствие. Еще раз напомню, что у нас в гостях была Галина Кулаковская, начальник отдела управления политикой занятости, Министерства труда и социальной защиты.